Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот повышающий DC-DC преобразователь повышающий. Сегодня мы с вами рассмотрим тот факт, то есть я их взял как бы на продажу, у меня заказывали, ну и спрашивают периодически, как дешевую, более дешевую замену тому, что у меня было до этого преобразователя. Там у них цена поднялась, и то, что я продавал за 500 рублей сейчас стоит 800, и закупочные там, соответственно, 700, то есть, ну, очень большие сейчас цены, соответственно, выбор понятен, почему. Так, ситуация такая, короче, данный DC-DC преобразователь у нас идет в комплекте. Вот такой вот мешочек, вот он, радиатор болтается, ну, соответственно, каждое я сейчас буду вскрывать, и вот у нас комплект крепежа, то есть, платы можно где-нибудь пришпандорить аккуратно на винтике, да, и все это будет красиво стоять. Итак, ну, во-первых, что я делаю? Во-первых, я на данном экземпляре, ну, проверяю вообще, что он делает, что показывает, и, в принципе, какую мощность он выдает. Заявлено, что якобы он может выдавать 100 ватт. 100 ватт, это при, у нас на выходе составляет 33,5 вольта, это у нас на 100 ватт получается чуть больше 2 ампер. Ну, 3 ампера вполне реально, то есть, для этого устройства выжать. Вот сейчас он у меня стоит на светодиоде, напряжение 28,7 вольт, как видим на экране у нас все мерцает, я не знаю, как будет, конечно, после съемки, но вот на самом приборе я не вижу. То есть, я поменьше сделал специально. Так, сейчас выставлю нормальное напряжение, это в районе 31 вольта. Цветодиод у нас в данном случае это 20 ватт, всего там 5 линеек, но они прогорели, короче. Так. Смотрим, какое тут напряжение. Ну, 30,08. 30,08, 31 вольт. Где-то вот так вот. Резистор, вот эти вот пошли вообще во всех китайских приборах очень плохого качества. Если обратили внимание, то идет небольшой срыв по мере того, как мы настраиваем. Вот я даже его задеваю. Вот видно, там свет тухнет. Давайте я вот покажу. Вот видите, да? Это не из-за того, что светодиод сильно убитый, это именно из-за того, что резистор такой. Так, ну, и в принципе у нас при, сейчас я смотрю на светодиод, две линейки горит. При 20 ваттах 30 вольт. Ну, 31 вольт получается оптимально для данных светодиодов. Все прекрасно работает. Так. У нас здесь есть две кнопочки, смотреть напряжение, какое на входе и какое на выходе. Так же у нас на входе можем подавать там вроде до 30 тоже вольт. Ну, не рекомендую. Так, ну, тут светодиод уже третья линейка отгорает. Соответственно, вот здесь вот мерцание, еще и светодиод мерцает, то, что он подгорает. Так, сейчас я включу светодиод и дальше вам расскажу. Короче, ситуация такая. При покупке данного устройства там у нас под радиатором, сейчас я открою, вам покажу все. Предстает вот такая вот вещь. это диод шотки и транзистор. Надо будет все красиво обратно как-то запечатать. О, видите, вот такой вот комплект идет. То есть каждый прибор надо открывать. Все из-за чего происходит? Из-за того, что, во-первых, упаковка такая, да, во-вторых, радиатор болтается и бьется. Вот идет радиатор с 3М-овским скотчем. Если это драть, короче, этот скотч, у нас с вами предстает взору вот такое вот черное покрытие. Это термопокрытие. Это специальный скотч термо. Но если мы его приложим с вами вот сюда на плату, вот по транзистору, как видим, до диода он не достает. Видите, как гуляет. То есть у вас транзистор, вот он, который находится в центре, он будет как бы охлаждаться, а диод шотки будет перегреваться. Чтобы этого не произошло, ну, надо избавиться от этого. В данном случае я буду избавляться вот такой вот термопасты. Силиконовой, которую я уже показывал в своих обзорах. Ну, соответственно, вот надо будет детальки подпаять. Соответственно, кто не знает, вот у конденсаторов есть ключи, видите, два скошенных уголка. На плате здесь также два скошенных уголка. Все это также припаивается, ну, обычным паяльником. Так, выключим. К сожалению, у меня паяльник выключен. Допаяю попозже. Так, ну, диод шотки у нас здесь с вами SD1040. Транзистор у нас CA2336. Микросхема вольтметр расположена под самим непосредственным дисплеем, поэтому, к сожалению, маркировку я вам не скажу. Да и смысла нет, потому что она затертая. Там она выполняется либо на тине, либо еще там есть как они называются-то, обычные, короче, прошивки, которые заливаются в HEX файлах. То есть там может быть такой же чип стоит. Ну, мне кажется, то, что он тут вот стоит такой плоский, скорее всего, 8 контактов, и скорее всего либо 1.13, ну, либо еще что-нибудь схожее. А, вот, пик. Либо серия пик микросхем. Короче, две кнопочки у нас расположены. Три индикатора. Индикатор статуса, индикатор входа, индикатор выхода. Эта кнопка у нас включает-выключает вольтметр. Вот это вот. Эта кнопочка переключает между входом и выходом. То есть, для нормальной работы функционирования прибора рекомендую все-таки на... Вот здесь вот наносить вот такого плана пасту, либо приподнимать диод шотки, чтобы у вас охлаждались оба компонента. Вот смотрите, еще такая вот вещь. То есть, рискуете, да? То есть, поэтому, как бы, те люди, которые берут через меня и подобные вещи, которые идут в упаковке, я стараюсь смотреть. Если уж после меня так приходит, то это уж извиняйте. То есть, берем паяль... Паяль... Блин. Тоже паяльная станция у меня там старенькая, конечно, ну, разъемчик там нестандартный. То есть, все это надо запаивать, все это надо проверять. Резисторы, конечно, вообще не ахти, ни о чем. Вот, даже вот боюсь их лишний раз крутить. Ну, как бы, они работают, да, но вот эти срывы тоже напрягают. Также, когда мы раскачиваем светодиод, у него происходит срыв, то есть, когда ток превышает потребляемый светодиодом, и он идет якобы в разнос, но прибор не дает ему идти в разнос, потому что при этом у светодиода ток на него возрастает, соответственно, данная плата идет в защиту. Ну, и, соответственно, светодиод мерцает на минималке какой-то. Так что, вот такие вот дела. Самое главное, это то, что не досмотрели на этой плате. Высота транзистора отличается от высоты шунтирующего диода. Шунтирующий диод ставится на выходе платы, транзистор ставится по входу на раскачку с дросселем. Ужас, короче. Тихий ужас. А, ну, это у нас еще и как идет, как шунтирующее сопротивление. Тут еще было такое, у меня приходили такие приборчики по секрету всему свету. у них были окисленные контакты. Я не знаю, как они на заводе их припаивали, но когда они до меня дошли, почти все детали отлетели. То есть, это что, очень плохо, на мой взгляд. Так, немножко в блок уносим. Вот такие вот паять конденсаторы очень сложно без паяльной станции. Я поначалу думал, они феном садятся, а потом, как оказалось, не могу их разогреть. Они либо на инфракрасном столе, это когда плата разогревается, садится, либо только вот таким вот способом. обязательно после сборки надо включать. Вот это так. Так, ну давайте по поводу радиатора. То есть, уже посмотрели обзор основной, теперь самое главное. Вот эту вот штуковину, по идее, лучше бы снять полностью. Можно сделать проще, можно распилить на части, да, ну не отрезать, ой, не отрывать эту защитную пленку. Распилить на части, ну и соответственно маленькую часть на шунт поставить, на диод, вернее, шутки, а большую часть на основной транзистор. Видим, наподобие бумаги там вот такая среда. полностью можно не очищать. Самое главное, чтобы у нас вот так бы прикидком радиатор был чистый над диодом шутки и над транзистором. Тут даже можно вот это все оставить. далее ножиком вот так вот немножко скоблим, чтобы удалить части клея. После чего берем вот такой вот клей силиконовый и капаем на транзистор на диод шутки. После чего прижимаем радиатор по центру. Тот уже приклеится и хоть какая-то с него теплоотдача пойдет вверх. Можно, конечно, подложить что-нибудь. Вот тут как у кого душа лежит. я думаю не стоит лучше. Так как транзистор греется сильнее, чем диод шутки, рекомендую прижимать его сильнее. Именно в центр платы давить. Чтобы у нас там минимально было термоклея. А все остальное пришлось выдавить. И чтобы уменьшилось расстояние между диодом шутки. Вот таким макаром хитрым мы с вами все это дело склеим. Клеится оно день. После чего уже можно как-то пользоваться. То есть пользоваться раньше не рекомендуем. Но соответственно все это дело надо пропаять заранее. Потому что вы потом уже просто не сможете это все пропаять. Из-за того, что радиатор вы можете снять, но только можете снять с транзисторами и с диодом. Будем считать, что у нас с вами все склеилось. Сейчас мы проверим, что плата работает, что напряжение на выходе есть. посмотри. Прям не люблю вот эти вот переходники такие. Тут они с фиксаторами. Мучиться надо, чтобы провод ставить. как видим мерцает дисплей это говорит о том, что все скорее всего работает. Так, переключаем на выход. Тут у нас 18,3 вольта. Все работает на входе 12, 12,3 12,2 12, но я тут еще не зафиксировал провод. А может и блок питания такой. Так, на 15 вольтах более стабильно. Как я говорил, эта кнопочка отключает индикацию. Статусный у нас горит. Эта кнопочка переключает вход и выход. Все у нас работает. Все откладываем. Это все дело сохнет. Вот такой вот девайс. Если будете брать на том же самом eBay или Али, рекомендую сразу подготовить себе паяльник, если вы никогда не пользовались и у вас его нет, а хотите получить готовое устройство. И вот такой клей, который сейчас тоже стоит недешево. На этом все. Всем удачи. Главное, чтобы у вас сразу все работало. На этом пока. До новых встреч.